Областные власти решили заранее подготовиться к празднованию Дня Победы. На прошедшей коллегии у Болгус-администрации чиновники обсуждали, как встречать 65-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Тему продолжат наши корреспонденты. С каждым годом число ветеранов неуклонно сокращается, говорят представители областной власти. За последние пять лет только в Запорожской области из жизни ушло более 50 тысяч участников Великой Отечественной войны. На сегодня в области проживали 95 тысяч ветеранов. До Витамо, пять лет назад, в предназначении 60-й речнице перемоги в Великой Отечественной войне, количество ветеранов складало 147 тысяч. Далее чиновники рассказывали о том, что они сделали за прошлый год для ветеранов. Оказывали адресную помощь и помогали в лечении участникам войны, отмечает Николай Фролов. Например, за бюджетные деньги купили 450 слуховых аппаратов. Все это также за счет государства. После члены коллегии рассматривали план подготовки к празднованию Дня Победы. Правда, не обошлось без разногласий. Сегодняшний план практически повторяет тот план, который был принят год тому назад. И зачем сегодня еще это делать? Ну, если кто-то мне скажет, я скажу спасибо. По словам Анатолия Светлицкого, все планы подготовки ко Дню Победы носят чисто декларативный характер и не предусматривают выделение денег, к примеру, для реставрации памятников Великой Отечественной войны, или для поисковых отрядов, которые разыскивают останки воинов и производят их перезахоронение. Если мы действительно уважаем свою историю, так давайте будем уважать ее реально, конкретно, через финансирование ежегодное, я еще раз говорю, этих работ. Найти денег для реставрации памятников в этом году, скорее всего, не удастся, говорят чиновники. Однако, по словам Николая Фролова, ветеранов в честь праздника ждет другой приятный подарок. Им окажут одноразовую денежную помощь. Правда, сколько получат участники войны, пока неизвестно. Размер выплат в ближайшее время должен утвердить Кабинет министров.